Сотни омичей встретят зиму в домах, на крышах которых не закончен ремонт. При этом строители уверяют, они все сделали и качественно. В одной из многоэтажек даже потребовали от жильцов, чтобы они подписали акт выполненных работ. Вместо этого омичи подали заявление в прокуратуру и требуют возбуждения уголовного дела. Дмитрий Ковалев продолжит. Пленка на этой крыше не просто забытый строительный материал. Подрядчики укладывали ее специально после каждой жалобы жителей верхних этажей. Они поднимались наверх и укладывали пленку там, где бежит вода. Ремонт кровли в доме номер 4 по улице Лермонтова начали в январе этого года. Старую крышу сняли за несколько дней. А потом строители здесь не видели до лета. Только в июле закончили работу. О ее качестве можно судить по состоянию квартир на верхних этажах. Их затапливало после каждого дождя. Потолки и стены в потеках. Татьяна Щеголева постоянно поднимается на крышу. Ищет дыры в кровли. Оттуда в ее квартиру попадает вода. Мы подходим опять к зиме. Приближаемся к тому же январю уже, можно сказать. А вот кровли как у нас не было, так у нас и нет. И в принципе мы даже не знаем, как вот дальше бороться, что делать. Потому что в квартирах очень холодно. Все квартиры у нас практически затоплены. Многочисленные обращения к подрядчику ничего не дают. Фирмы готовятся к банкротству. В региональном фонде капитального ремонта ищут другую компанию, которая сможет исправить ошибки. Но возьмется ли кто-нибудь за это – большой вопрос. На кровле не установлен конек. Дом на общем собрании решил написать заявление о возбуждении уголовного дела. И мы считаем, что в рамках уголовного дела легче будет возместить гражданские иски в ущерб по гражданским искам, плюс моральный вред. И при этом привлечь к уголовной ответственности лица, виновных в данной ситуации. В Общероссийском народном фронте много обращений о томичей, дома которых так и не отремонтировали к сроку. Проблемы не только с кровлей, но и с инженерными коммуникациями, фасадами. Причина всегда одна – у подрядчика заканчиваются деньги. Течет крыша и в доме на проспекте культуры. Пришел дождь, вот так вот становило несколько ведер и выносило. Ну и в результате потолок, там же сухая штукатурка, и она нависла. И вот теперь, с кого мне требовать, чтобы мне этот потолок отремонтировали. Более того, строители даже не вывезли мусор, оставшийся после ремонта. В ОНФ говорят, случаи, когда к подрядчику не было претензий, можно пересчитать по пальцам. Есть ситуации, когда мы вышли на мониторинг дома, на Иртышской набережной, там вообще еще не приступали к работе. То есть они уже по сроку должны быть окончены, на дом подрядчик не заходил, не появлялся. То есть, безусловно, здесь возникают вопросы к заказчику, к фонду, как он отслеживает, как контролирует действия подрядчика и работы, которые должны быть выполнены. Поиск новых подрядчиков для проблемных объектов займет не меньше месяца. А значит, амичам придется зимовать под недостроенными крышами. Возможно, строительные организации ожидают и уголовные дела. Прокуратура проверит не только качество капитального ремонта, но и установит, на что именно были потрачены деньги. Дмитрий Ковалев, Максим Мартынов и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск. Добавлю, что в региональном фонде капремонта не смогли оперативно прокомментировать наш запрос. Мы будем следить за развитием событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова